Здравствуйте, дорогие друзья! Рада приветствовать вас на нашем виноградном канале. Конец сентября и в сегодняшнем видео я расскажу, что в это время делать на винограднике, что делать для лучшего созревания лозы. Немножечко поговорим даже о съеме урожая, но обо всем по порядку. Если мы полностью сняли весь урожай, то сейчас самое время провести обработку от различных болезней. Кстати, смотрите, покажу вам. Он там мороз прихватил, листья Алешенькиного. Вон, все в аидиуме. То есть сейчас самое время провести обработку, чтобы на зиму растение ушло здоровое, не ослабленное вот этими болезнями. Обрабатываем мы препаратами системными. Я рассказывала про системные контактные препараты. То есть это топ, из системных это топа, среда мил, голд. Ну, смотрите. Аидиум, мильдью. То, что в магазинах есть, то, что вы можете купить сейчас. Это большое разнообразие. И обрабатываем ударные дозы максимальные. Поскольку уже урожая нет, как бы некуда этому всему впитываться. Поэтому смело обрабатываем, чтобы максимально растение защитить. И оно было здоровым и сильным для зимней спячки. Далее, что касается съема урожая. Показывала вам в ролике тот же кишмиш лучистый. Но он уже готов. И смотрите, вот там есть... Подойду поближе, чтобы ручками показать. Смотрите, вот здесь лоза вызревает. А здесь еще зеленая. Какая может случиться ситуация? По разным причинам у вас может что-то недозреть. То есть здесь ягода полностью созревшая, готовая к употреблению. Ну, по разным причинам. То есть вы бы, может, хотели, чтобы еще немножко повисело, немножко набрало сахара. Но здесь надо действовать по принципу разумности. Дело в том, что когда мы снимаем урожай, растение понимает, что все, пришел сигнал уходить на покой. И начинает лучше вызревать. Поэтому если вот конец сентября, ну, сейчас 21-й, наверное, число. Вот конец сентября. Видите, что где-то лоза не очень. Лучше снимите урожай чуть раньше. Потому что, ну, закладывайте себе перспективу на следующий год. Дело в том, что, например, в прошлом году, 24 сентября, я еще плавала в озере. А в этом году, вот, вчерашнюю ночь был заморозок. И, конечно, нам надо максимально, чтобы лоза вызрела. Поэтому смотрим по погоде. Урожай в таком случае снимаем. Что делать еще с тем, чтобы лоза быстрее вызрела? Конечно, если куст хороший, крепкий, здоровый, вот лорочка рядом, смотрите, там уже почти на всю длину все вызрело. Никаких вопросов нет. Но, может быть, и по-другому. Например, вот здесь, в памяти учителя, только еще начинает лоза созревать, вызревать. И, кстати, буквально, там, наверное, эту ночь и следующую опять обещают заморозки. Причем мы знаем, что характерно для осенних заморозков. Они могут прийти буквально там на одну-две ночи и сделать нам не очень хорошо, а потом еще месяц, а то и два может быть тепло. Два года назад у нас зима вообще пришла в январе. И там первого или второго января еще в лесу лисички росли. То есть погода наша вот такая вот непредсказумная. И наша задача, то есть если сейчас вот мороз прихватит, он уже немножечко прихватил, но еще есть зеленая масса, и, соответственно, еще растение вполне может вызреть. Значит, мы сегодня снимем вот это все, положим на землю и сверху прикроем. Буквально на вот эти пару дней, пару ночей, когда будет заморозок, чтобы, ну, обезопасить и дать возможность вызреть. Ну и, конечно, конечно, для вызревания надо помочь. Кроме того, что мы снимаем урожай, если он есть, кроме того, что если заморозок мы немножко прикрываем, калий, фосфор, калий, фосфор. Наверное, поздновато я немножко об этом говорю. Занялись урожаями, то есть даже с конца августа, с начала сентября можно проводить обработку калием по листу. Калием и тем же фосфором, то есть зола и калий. У нас калий по инструкции сернокислый. Золу настаиваем, смешиваем и опрыскиваем по листу. Это и профилактика против грибковых заболеваний, потому что еще урожай у нас висит в конце августа. И, кроме того, мы способствуем тому, чтобы растение лучше вызревало. Вот это все. Немножко упустила я об этом рассказать. Рассказываю сейчас. И смело можно сейчас калий под корень. Тоже сернокислый калий берем по инструкции. Суперфосфат. Суперфосфат плохо растворяется. Можно смело сыпать поверху. Можно в подкормочные ямы. Тоже там постепенно будет растворяться. Ну и зола, тот же фосфор. Все это можно и нужно добавлять, чтобы помочь. Хотя, повторюсь, если все было хорошо, растение само понимает, само вызревает. Даже, в принципе, вот у нас куст Симоны, или как меня исправляли Симоны, только сняли урожай, все, пошел сигнал на то, чтобы спадки, зола, зола, лоза вызревшая, листики красненькие, сейчас осыпется. То есть растение все поняло правильно. Ну, иногда ему приходится помочь. И, конечно, особенно малышей, если видите, что зелененькие, помогите им в плане вот этих подкормок раз. И если знаете, что будут какие-то неблагоприятные погодные условия в виде заморозков, то тоже помогите, немножко прикройте. Потом как найдете. Ну, на этом сегодняшнее наше видео завершено. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. В комментариях пишите свое мнение под видео. Мои контакты и ссылка на сайт с полным ассортиментом. Сортов, которые у нас произрастают. И повторюсь, что саженцы будут к весне, а черенки будут где-то в ноябре. Ну, и до новых встреч. Пока!